Якорь мне в бухту, давай поехали Если вы там люди из будущего и обнова уже вышла То в этом ролике я постараюсь собрать самую основную инфу по нововведениям Сегодня действуем толком без сценария Поэтому надеваем акваланги и желательно теплую одежду Будет холодно и информативно Приятного просмотра Ну и перед тем как мы вступим в мир нового контента Напоминаю вам про свою реферальную ссылку Она ведет на официальный магазин Гайджин Покупая по ней вы получаете скидку в 3% А также мою наклейку в подарок Ну а еще поддержите мой канал Так что если не донатите просто держу в курсе А если вдруг захотите приобрести тот же батл пасс То можно это сделать по ссылке чуть-чуть выгоднее Так ну и начнем мы наверное с самого вкусного Это батл пасс Батл пасс у нас приурочен к новой фракции Называется она Гиперборея Это такая северная фракция с подводными лодками С кораблями и все такое При этом самый главный герой Наставник Нойда Он у нас уже появлялся в лоре кроссаута Ну я думаю если кто-то углублен эту тему Те шарят По самым примечательным предметам батл пасса Я конечно же пробегусь А остальные какие-то кастомные вещи Там вблизи конструкционочки Они либо будут на фоне Либо вы уже сами их посмотрите Когда это все дело приедет на лайв И кстати заранее спойлерну Да вы уже видите На четвертом уровне у нас даются зажигалки И тут будет система зажигалок Поэтому очку дэшечки Подики достаем Поехали Самое первое на что бы я хотел обратить внимание В таком раннем обзоре Это новый пулемет Гунгнир Суть в чем По мере нагрева оружия Его скорострельность и разброс уменьшаются Вплоть до 16% и 80% соответственно Суть в том то что на этом пулемете Лучше скорее всего ставить радиатор И когда ты начинаешь на нем стрелять У тебя увеличивается точность Он становится прям реально точным Можно его сравнить знаете По точности с каким-нибудь адаптером Но при этом и как бы урон тоже неплохой Я думаю что сюда лучше будет ставить радиатор Но опять же точно разберемся Насколько он там в рандоме будет хорошо играться Либо не будет Я думаю мы разберемся на лаве При этом 4 единицы энергии расход Ну примерно можно его сравнить со спектром И допустим вот характеристики Тоже можете посравнивать Плюс-минус схожие такие пулеметики Но с немного разными механиками Следующее на что бы я хотел обратить внимание Это на 26 уровне дается треугольная гусеница Знаете вы это гусеница с китайцев А сын маминой подруги это слейпнир Да потому что эта гусеница Вроде как по характеристикам лучше во всем Даже и скорости у нее больше И там резисты есть В целом она еще и повыше То есть как-то под крафт Можно какие-то оружия прятать Думаю какую-то сборку мы с ней все-таки придумаем Далее что хочется подметить Чисто вот так повизуалить Это новый дрон Точнее новая НК на дрон Господи спасибо что не новый дрон Это новый НК на дрон Выглядит прикольно Знаете стилистика вся фракция Это такие детализованные детали Полуподлодки Полумины Даже вот наклейки которые есть Это тоже что-то вот такое вот С подводного мира Следующее на что стоит обратить внимание Это новый реликтовый двигатель Сказал бы я Если бы мне показали только внешний вид Реально Это новая кабина Хуген Выглядит это как Совмещенные два Беркута При этом по центру стоит Вот знаете вот эта конструкционка Которая С орлом Недавним добавилась Ну примерно такой вот дизайн Я бы описал Ну реально выглядит как реликтовый двигатель Перк Хугена Это Если возьмем любую тяжелую кабину И добавим к ней охладитель Вот у вас получится Хуген При перегреве оружия Кабина накапливает заряды Каждый из которых Снижает время остывания Всех установленных орудий На 35% То есть Чем больше оружия То есть Надо максимум Три оружия ставить Да Чтобы максимально эффективно Использовать Хуген Хуген Как по мне Может полностью компенсировать Один фиолетовый охладитель А если ставить Хуген И фиолетовый охладитель Там остывание производится Ну очень быстро Ну с другой стороны Опять же Это тяжелая кабина Да И она имеет 11 единиц энергии То есть Если бы это была Легкая кабина Любая легкая кабина И ты ставишь к ней Какой-нибудь Охладитель У тебя тоже получается 11 единиц энергии На другие все штуки То есть Как бы Вроде бы Плюс Что встроенный охладитель А вроде бы И 11 единиц энергии Вроде бы Как бы Тяжелая кабина Ну не знаю Посмотрим Автопушечки Может быть Какие-нибудь Поиграются Еще Наверное Подмечу То что Конструкционки Прям такие Знаете Детализированные Мне даже Очень интересно Посмотреть Как они Именно впишутся Вообще Во всю Визуализацию Кроссаута Потому что Знаете У нас есть фракции Которые более старые И соответственно Детали там Тоже Менее Детализированные Следующий предмет О котором я хочу Рассказать Это Новый пулемет Опять же Новый пулемет Как будто бы Как бы Логическое продолжение Прошлого пулемета Но При этом Здесь Немного Разные Перки Точнее Даже Механики Я бы сказал Вообще Противоположные Потому что С фиолетовым пулеметом Я бы рекомендовал Использовать Радиатор А с этим пулеметом Обязательно Нужно использовать Охладитель Суть в чем После остывания Оружия От полного Перегрева Первые 5 выстрелов Наносят на 100% Больше урона То есть Стандартный урон У нас С одного Натунга 15 единиц Если мы Настакаем перк И стрельнем То у нас будет 29 Да Куда-то единичка Пропала Ну там Как бы Округление Все дела И в общем По идее Если мы ставим Три таких На крафт То у нас Благодаря перку Можно нанести Почти полтысячи Дамага Как приедет На лайф Заценим Посмотрим Вообще В целом Уклон на пулеметике На такие вот Какие-то Охладительные штуки В батлпассе Имеется НК на кабину Омнибокс Не самая Наверное Такая ходовая Кабина Сделана Очень красиво Опять же По визуализации Ну типа Тут можно докопаться Только до того Что настолько Это классно Визуализировано Что слишком детализовано Для красаута Как будто бы Но опять же Надо протестить Мое первое Вообще мнение Тоже зашел На пиар-тест Блин час назад Очень прикольно Анимируется Перк Омнибокса Прям круто Ну просто будет НК-шка Причем легендарная Кстати НК-шка Вот И 59 уровень Здесь у нас Средняя кабина Которая до этого Должна была быть Тяжелой Но там Характеристики Переделали Суть в чем Этой кабины Кабина Очень прикольная Если честно На ней я думаю Можно будет Как-то пофаниться В пати Потому что Кабина позволяет Нам брать дронов И благодаря своему перку Направлять дронов Туда куда вы хотите Если до этого Мы могли делать это Только на аннигиляторе То здесь Мы можем брать Вообще Любой затупящий дрон Там запал Гренадер Прихвостень Кроме автономных дронов Берем любые И просто направляем Мне кажется Прикольно Можно пофаниться Как будто бы кабина Знаете Создано больше для фана Но при этом Я думаю Какие-то там Пивозавры Терпилы для КВ Что-то придумают Я просто дроны Как бы расцениваю Больше как фан И до этого Вообще не играл Потому что Они были тупенькие Сейчас как бы Можно их поуправлять Ими какой-то Интерес Какое-то взаимодействие Между искусственным интеллектом И игроком Будет присутствовать Также Есть такой интересный перк Что при активации На 7 секунд У нас увеличивается урон Подконтрольных дронов На 100% По сути Неплохо так бафается Главное Правильно все рассчитать Чтобы дрон Успел подъехать Так ну и наверное Флагман обновы Это Тор 6С Тор Я не знаю почему Тор Наверное потому что Также разрушается В общем это ребята Мы дождались Легендарный Газген Послушайте Ну по характеристикам Я бы не сказал что это Газген Вот если бы у него было 50 прочки Я бы сказал О да Это сводный брат Газгена Нет Ну здесь у нас Прочки имеется Целых аж 162 единицы Почти как у заряда И в принципе В принципе взрывается Конечно хреновина сильно Но зато в батл пассе Она улучшена На урон от взрыва модуля Плюс-минус масса Плюс-минус Да В общем такой интересный генератор Я думаю будет Мега юзабельный Как допустим Если с прошлого батл пасса Проводить аналогию Самомори Потому что Иногда тебе не хватает Места под ополон Иногда тебе не хватает Масса под ополон Берешь Тор Да Взрываешься на пол карты Да Неплохой генератор На самом деле компактный Мне понравилось То есть у меня сразу Знаете Всплывают какие-то сборочки Такие аккуратные Где вот не нужно Много места в раме Для Аполлона Единственное что Единственное что Посмотрим как эта хрень Будет часто взрываться И от чего она будет взрываться Ну и собственно На этом Батл пасс кончается Есть конечно декор Есть аватарки Но я думаю Вы и без меня Все это посмотрите Что примечательно В этом батл пассе Это то что После завершения 75 уровней Вам будут давать За каждый новый уровень По 15 зажигалок Да еще в течение Батл пасса Вам дают зажигалки И там если вы купили Батл пасс То за 75 уровней Вы сможете накопить Где-то 650 зажигалок И потом еще Считайте Сверх 75 уровней Сколько уровней Там можно пройти Я не знаю Но в целом Я думаю неплохо То есть какую-то Легу Вы точно вытащите По поводу двух лег Я не знаю Надо рассчитывать Надо смотреть В какой периодичности Будут появляться здания И так далее Станок Станок Не слишком большой Такой ужатый Но при этом С неплохими предметами Как я считаю Допустим квазар Ну и ребята Если у вас до сих пор Не улучшен квазар Это настало ваше время Не знаю правда По курсу Выгодно Не выгодно Это все будет Потом рассчитываться Опять же Не сильно много Но в принципе Апы неплохие Ну и так же За зажигалки Можно обменять Контейнер Декоратора Какие-то декоры Ну не знаю Кто это будет делать Ребята Я бы как будто бы Даже не рекомендовал Так Ну и на этом все Батлпасс Закончен Огромнейший Респект За визуализацию По поводу Самих наград Как будто бы Знаете Вот нужен был Какой-то еще Позырь По типу Декора И так далее Но С другой стороны Блин Кто занимается Разработкой декора Опять же Дизайнеры Дизайнеры Художники Которые Все это дело Рисовали Я пока не буду Делать выводов Все-таки Я только сейчас Увидел Батлпасс Напишите в комментариях Посмотрим Когда на лайф Приедет И вообще решим Так ну и следующее О чем бы я вам Хотел рассказать Это новый Напарник Герц Создан он Исключительно Для энергетического Оружия Очень прикольно Заранее Заспойлер Очень прикольно Как будто бы Подойдет К деструкторам Каким-нибудь Триггерам Потому что Смотрите Какой эффект Когда двигается Ваша машина Вы накапливаете Заряд Потом Вы используете Эффект На 4 секунды Увеличивает урон Энергетического Оружия По кабине Аппаратуре Вооружению И ходовым На 30% Но на столько же Процентов Уменьшается урон По остальным деталям То есть Накопив перк Вам обязательно Нужно стрелять Либо по оружию Либо по кабине Либо там По ходовой Ну оружие и кабина Я думаю в приоритете Следующее На что хочется Обратить внимание Это новая карта Опять же У нас Зима из красаута Уехала К сожалению Уехала Потому что Мне очень нравятся Зимние карты Но теперь у нас На постоянку Есть карта Вулкан Очень необычная Кстати Такая Знаете Не специфичная Для красаута Я бы сказал Карта В которой Много можно Создать экшена Потому что Здесь есть Обрыв по центру Есть трамплины Есть даже Мостик Который соединяет Две части И вообще Заставляет В целом Типов Ехать В одну точку То есть Вы едете По коридору В точку Но при этом Если вы какой-то Бешеный чел На ускорителях Мне кажется Через трамплин Можно перелететь Но опять же Если вы упадете В пропасть То как бы все До связи Ну и в целом Очень крутая Визуализация Вот в этом обновлении Прям как-то Ну всегда В красауте Крутая визуализация Но здесь Вулкан Вот это знаете Лодки Сверху Лед Натресканный На середине базе Обрыв Просто вот такой Вот какой-то Какой-то Вы знаете Необычность Необычность Присутствует На этой карте А еще Помимо просто погоды Там есть погода Которая называется Северное сияние То есть даже Сделали отдельный Вид погоды Для этой карты В общем обязательно Покатайтесь Я думаю вам зайдет Так ну и наконец Вишенка на торте Предстоящего обновления Это измененный Свой бой У нас появилась Отдельная вкладка Игротека Благодаря этой вкладке Вы можете создавать Абсолютно любые режимы Вы можете Ну ладно Не абсолютно любые режимы Потому что Все таки режимы Какие-то ограниченные Плюс я думаю Что на промо аккаунтах Пул режимов Немножко шире Чем у обычных игроков Но при этом Можно создать гонку Можно создать Какую-то потасовку Можно создать Штормовое предупреждение А самое что прикольное Можно Корректировать Время катки Можно изменять Омы И здесь очень много Интерфейса Здесь столько Тонких настроек Что я вот посидел Что-то потыкал И естественно Я во всем этом Не разобрался Но мне хочется В этом разобраться Потому что Мы и так порой В своем бою Пытаемся придумывать Какие-то интересные форматы Для видосов И так далее А здесь вот эта новая Игротека Это прям такой Хороший фундамент Для развития Вот этих вот Всех режимов Карты Форматов В целом Я думаю Если здесь чего-то нет То в будущем Это возможно Добавится Вот Но самое что прикольное Можно создавать Слоты Можно создавать Слоты потасовок Вот допустим У меня создана гонка Я могу настроить Количество кругов Я могу настроить Длительность И так далее Ну и ребята Еще прикольность В том Что добавили Новые карты Но вряд ли Наверное Эти карты Рисовали Специально Для Игротеки Скорее всего Это были какие-то Технические карты На которых Разработчики Что-то тестировали Может быть Где-то Что-то Корректировали Подрисовали Но карт Новых Добавилось Несколько В разных форматах Есть новые карты Зайдите Обязательно Потыкайте Я тоже Зайду Потыкаю Я думаю Мы с вами Какой-нибудь Стримчик Проведем Ну а на этом Кажется все Достаточно быстро Я по всему Пробежался Но Подметил Самые основные Конечно же Патч Гораздо больше Там балансные правки Еще какие-то правки Допустим Те же барьером Сделали 2 единицы энергии Теперь барьеры Стали юзабельнее В общем Приедет на лайв Либо уже приехала На лайв То обязательно Зайдите Протестируйте Пока что Не могу Сказать точно Там объективное Своё мнение Потому что Мне все равно Надо повариться Поиграть И вот это вот Все понять Но Кое-какой Интересный ролик Связанный с батл пассом У меня есть на примете В общем Спасибо всем за просмотр Опять же Напоминаю Про свою реферальную ссылку Напоминаю Про свой твич канал Там проходят стримы Где-то Три раза в неделю Конечно Вряд ли понимаешь Но Многие Как бы Понимают Для чего это нужно И до встречи В следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok